Хочу напомнить, что в этом году были смонтированы дополнительные опоры для подъемника, он уже сейчас заработал, и он останется с нами после соревнований. Это означает, что мы разгрузим основные склоны и дадим возможность спортсменам тренироваться параллельно с любительскими заездами. Ну и та техника, которая обновлена была, и ратраки, и другое оборудование, наверняка все, кто были на морозной, почувствовали качественный сдвиг в лучшую сторону с точки зрения подготовки трасс. Ну это все шаги к тому, чтобы у нас появлялись новые звездочки. Совершенно верно. И важным шагом в этом направлении является воссоздание существовавших в советское время центров круглогодичного занятия зимними видами спорта. Мы все знаем, что на Авачинском вулкане уже построен центр, который позволит нашим горнолыжникам готовиться круглый год, проводить летние сборы. И летние сборы будут ориентированы не только на наших спортсменов, но и на спортсменов со всей страны. Буквально на днях мы договорились с Ассоциацией сноуборда России. Сноуборд чуть менее многочисленный, но не менее популярный, зрелищный вид спорта. Сейчас тоже в Олимпийском зачете, в котором Камчатка имеет очень большой потенциал. Что мы будем создавать второй центр для сбора, ориентированный на сноубордистов, на Вилючинском вулкане. Это тоже традиционное место, которое в советское время использовалось. И несколько раз проводились сборы. В этом году мы воссоздадим эту традицию. Сборы всероссийские пройдут у нас на Вилючинском вулкане летом. А уже со следующего года будем тоже ставить в календарь такое эксклюзивное мероприятие, как летнее соревнование, летний этап по зимним видам спорта, по сноуборду и горным лыжам. Само по себе оно звучит как нонсенс, но в наших камчатских уникальных условиях это возможно и привлечет спортсменов со всей страны вне всякого сомнения.